МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из детства, из вятки он принес в свою мастерскую мотивы русского народного искусства. Это помогало ему потом рисовать удивительные иллюстрации к сказкам. Сам художник вспоминал, что когда он иллюстрировал книги, он вспоминал свое детство, обращался часто к нему мысленно, вспоминал родительский дом. И в композиции, в цвете, безусловно, у художника присутствуют и традиции народного искусства наравне с профессиональным искусством. Впрочем, Юрий Васнецов не сразу нашел свой неповторимый, узнаваемый почерк. В 1921 году он приехал в Петроград. И сам город был его первым учителем. Вторым стал в Хутимас, куда он с легкостью поступил. Молодой художник был очарован творчеством Малевича, Кандинского и Матюшина. И в его первых живописных опытах это очень заметно. Но скоро любовь к народным мотивам переселила все новомодные течения начала века. Так появился сказочник, который создавал простые по композиции, яркие по цвету, густонаселенные, озорными котами, мышами, медведями и гусями иллюстрации. Их приняли и полюбили все, и коллеги. А первые шаги в качестве детского графика он сделал в мастерской маститого Лебедева. Но и главное, он стал своим художником у детворы. Малыши доверяли его кисти. Они принимали созданные им образы героев любимых книг. И вот удивительно, я еще в детстве обращала внимание на то, что лиса, негативный, в общем-то, в сказке персонаж, который тащила петуха, он все равно воспринимается улыбкой, как положительный герой какой-то. И вот все герои, какой бы они роль не играли в сказки, положительные или отрицательные, произведениях Воснецова художник очень большой души, они очень добрые, очень сердечные, очень положительные. Юрий Воснецов очень любил станковую живопись, но для книжной графики выбрал очень сложную технику, многоцветную литографию. Именно так были созданы иллюстрации самой знаменитой воснецовской серии для сказки «Кот, петух и лиса». В 1938 году книга впервые увидела свет. Выдержав несколько переизданий, она и сегодня остается одной из самых любимых у маленьких читателей. Одна иллюстрация хранится на Алтае в собрании художественного музея. Евгения Панин, Алексей Сазонов, Климбрачун, Вести, Алтай. Редактор субтитров А.Семкин